Всем привет! В этом видео мы расскажем вам о разновидностях воронок и их характеристиках. Воронка является устройством, которое используется для переливания различных жидких сред и пересыпания порошкообразных смесей, а также для фильтрации и дозировки различных видов. Несмотря на кажущуюся простоту, существует много различных видов лабораторных воронок. Делительные – это удлиненное устройство в форме цилиндра, груши или шара. Общелабораторные – приборы выполнены в виде конуса, оканчивающегося узкой удлиненной трубкой. Фильтрующие – могут быть фарфоровыми, металлическими и пластиковыми. Сегодня наиболее востребованы стеклянные воронки, благодаря своей инертности ко многим химическим реагентам, стойкости к температурным перепадам и возможности стерилизации. Кроме этого устройства могут изготавливаться из таких материалов, как пластик или полипропилен. Делительная воронка – одна популярнейших категорий стеклянной лабораторной посуды, при помощи которой можно разделять несмешивающиеся жидкости или растворы, например водные и углеводные смеси, применяются для жидкостной экстракции. Также существует очень много именных лабораторных воронов. Воронка шота представляет собой стеклянную воронку, которая имеет несъемный фильтр и производится из спаянной в единые целые стеклянные крошки. Благодаря парам разделительной пластины можно фильтровать жидкости без использования дополнительных фильтров из бумаги. Воронка шота используется в основном для фильтрования веществ под вакуумом. Еще один вид посуды – это воронка бюхнера. Она также предназначена для фильтрации жидких веществ под вакуумом. Обычно изготавливается из высококачественного фарфора, но может быть металлической или пластмассовой. Приемный бункер воронки, в который наливаются жидкие вещества, отделен от нижней зоны специальной стенкой, пористой или с перфорацией, с подведенным к нему вакуумом. Воронка бюхнера может дополняться различными фильтрующими элементами. Каждая лабораторная воронка должна обладать такими свойствами. Возможность выдерживать температуру от минус 10 до плюс 135 градусов Цельсия. Проходить процесс стерилизации паром при температуре около 121 градуса Цельсия не менее 20 минут, не теряя своих физико-химических характеристик. Поверхность не должна впитывать жидкие вещества, контактирующие во время работы с устройством. Соблюдая технику безопасности при работе с лабораторными воронками, можно избежать попадания на кожные покровы агрессивных химических веществ, которые могут стать причиной ожога. Все виды воронок и лабораторные посуды вы можете купить на нашем сайте по ссылке в описании. Спасибо за просмотр!